Доброе утро страны. 50 оттенков серого встречает вас. Просто. Это последние кусочки снега. Вот мы идем такие, смотрите, по пешеходным тротуарам. И оп! Просто супер. Ну типа вот это вообще норм. Просто это как бы в принципе нормально вообще, чувак. Ничего не смущает? Да ладно, мы обошли еще. А на коляске, представляете, вот так вот через кусты вообще. Я просто поражаюсь. А еще ты идешь и просто, девчонки, снег растаял. Тут столько собачьего. Вы даже не представляете. Как будто тут слонов выгуливают. Вот такие. Я не понимаю, почему собачники не убирают за своими собаками. Это жесть. Ну не все, конечно, ноги убирают, но короче, кошмар. Окей, пришли со школы. Что, Катюш? Ну вот 0 градусов сегодня было. Вчера метель. Настя втихаря хотела со мной. Мы с ней разминаемся. Быстренько хотела ускользнуть. Надела осеннюю. Представляешь, что это новую куртку. Штаны. Не пальто. Вот это зимнее еще. Представляете, 0 градусов. И быстренько хотела убежать. Ты еще знаешь, погоди. Не, я в смысле? Ну, хотела со мной разминуться специально, зная, что я тебе не разрушу в этой куртке пойти. В смысле? Покажи, кстати, свои новые штаны. Понравились? Я просто выглянула в окно. Смотри, сухо. Снега нет. Ну ладно. В общем, эти Настя штаны выбрала специально для школы. Ну ведь она сниматься не хочет. Катюш, она просто не права. Ну холодно еще. Катя уже просто очень хочет снять штаны эти. Уже хочет раздеться. Все. Уже хотят все раздеться. Но вот сейчас будет потепление, потом опять 0 градусов и снег. Ну я не виновата. Бонечка, скажи, а мне не интересны эти людские проблемы? Я кот домашний. Так, девчонки, ну что, я сейчас на кухне, скоро буду завтракать. Хотела с вами поговорить на тему питания. Многие меня спрашивают, Марина, как ты питаешься, соблюдаешь это интервальное голодание? Девочки, конечно, я стараюсь соблюдать. Бывают моменты, когда я нарушаю. Без этого никак. Короче, я когда уезжала в Турцию, весила 55,7. Ой, 50, да. Потом с Турции я приехала 55,2. А потом я взвесилась 55,7. И сегодня я взвесилась 55 ровно. Вот я вешу. Вот кому интересно моя статистика по весу. Я не могу сказать, что я очень часто взвешиваюсь, потому что, ну, я вижу. Если я вдруг чуть набрала, я взвешиваюсь, такая, так, Марина, надо немножечко контролировать себя. Бывает, конечно, когда я нарушаю, понятное дело. Просто хотела сейчас вам рассказать про свои основы, как я вообще питаюсь. И в течение дня я буду вам показывать вообще вот правду, что я съела, сколько и чего. Значит, основы моего питания, интервального голодания, да, то есть это промежуток 8 часов, когда я ем. А завтракаю я в основном часов 12 дня. Да, это поздно, но каждый сам выбирает свой режим. Мне в 12 удобно. То есть ужинаю я в 8 часов вечера. Ну, бывает в 9. Я, девчонки, не ем мучное, то есть батон, булочки. Я не ем колбасу, сосиски, жареную картошку. Я, в принципе, картошку не ем. Я, ну, практически не ем супы, потому что, как-то, не знаю, не хочется мне их есть. Я имею в виду, что я системно не ем колбасу. То есть я, конечно, могу там в течение недели, там, не знаю, скушать там бутерброд с колбасой, понятное дело, да, ну, захотела, съела. Потому что такие продукты у меня всегда есть дома. Сосиски, колбаса, потому что у меня девочки это все едят. Я сейчас вам покажу вообще из сладкого, что я кушаю, да, чтобы вы понимали. Но это тоже не булочки, это тоже не какие-то чизкейки, да, понятное дело. Но есть у меня раз в неделю такой день, ну, это в основном либо пятница, либо суббота. С девочками мы заказываем, либо готовим какие-то вкусняшки. То есть это пицца, суши, либо в субботу также я могу позволить себе там чизкейк какой-нибудь в пекарне, да, что-нибудь сладкое такое, пироженку, да. То есть я себя не ограничиваю. Ну, я в течение недели себя ограничиваю, но есть день или два, когда я могу, ну, захотела сильно, купила вообще и не парюсь. Я в течение недели более-менее питаюсь правильно, а на выходные я могу позволить себе съесть все, что я захочу, тот же алкоголь выпить, да, потому что он тоже калорийный. Это, девочки, все мои правила по питанию, просто не есть много, да. То есть главное, главное правило – мало кушать. Ну, нельзя есть булочки, батоны, бутерброды, картошку жареную и худеть. Ну, не бывает таких чудес. Поэтому мои 55 килограмм держатся. 55-56, бывает 54,5, ну, вот так. В общем, пока готовится мой завтрак, я покажу вам то, что я и сладенького кушаю. Это сырки. Один сырок в день за завтраком. Если их нет, то у меня в запасе лежат такие вкусняшки, типа халва. Я ем одну штуку. Специально покупаю порционную такую халву, потому что если покупаю большой, я вот, в общем, я не могу контролировать себя. Поэтому покупаю маленький, вот один такой беру, кушаю. Либо чокопай могу съесть, да, либо какое-нибудь птичье молоко таких две могу скушать. Мне очень нравится вот такая вот шоколадка. Смотрите, всего лишь 19 калорий в дольке. Очень вкусная, тоненькая. Я три штучки кушаю, то есть три дольки таких. То есть получается 60 калорий, ну, если вдруг вы считаете. Ну что, завтрак мой готов. Сегодня это, как всегда, яичница, хлеб с риеттом, авокадо у меня нету. Сегодня я съем сырок и халву. Да, у меня двойная порция сегодня будет сладостей. И пробиотик и кольцы. Чай с лимоном без сахара. Я и смотрю фильм с Николькинманом. Вот только-только начала. О, о, господи! Я не ожидала, что это будет. Девчонки, ну что, я продолжаю влог, эти серые будни. Девчонки, у меня в школе. Я сейчас буду готовить вкуснейший обед. Обязательно оставайтесь со мной. Там такой интересный рецептик. Вот, я заказала продукты на дом, сделала закупку в магазине Перекресток. Вы знаете, я постоянно это делаю. Я не люблю таскать вот эти пакеты, тратить время. Мне привозят. Я, пока они это делают, я делаю домашние дела какие-то. И спокойно потом готовлю кушать. Пару слов про сам магазин. Я, конечно же, это делаю через приложение Перекресток. Очень удобно. Огромный просто ассортимент. Более 35 тысяч позиций, а цены и акции, как в магазине. Можно бюджетно закупиться. Я очень люблю отдел именно скидки, потому что там большой выбор товаров по скидке. И я постоянно там затариваюсь, потому что это действительно очень экономит мой бюджет. Мне нравится то, что очень быстрая доставка. Повторюсь, 60 минут. И пока вы делаете свои дела, вам привозят заказ. Это очень удобно. Не тратите время, не бегайте, не таскаете эти тяжелые пакеты. Потому что, когда я делаю большую закупку, то там и картошка, и мука, и овощи, фрукты. То есть, это такое тяжелое. Мне просто физически я не такая сильная, как вам кажется. Не в состоянии, так скажем, сюда донести даже за один раз. Заказ я уже сделала, как вы поняли. Жду мои продукты и вернусь к вам через час. Мне привезли мой заказик. Сейчас я буду распаковывать. Очень быстро справились за час. Вот такая вот была небольшая мини-закупочка. Кстати, хочу отметить от себя, что я постоянно заказываю молочку. Никогда ни разу не привезли просрочную. И вот мясо, да вообще, в принципе, всегда все привозят в срок. Кстати, всегда проверяю я хлеб и батон тоже, какой мне привозят, свежий или нет. Вот 21 число на хлебе, и сегодня 21 марта. Так что, вот такая вот закупочка. Девочки, я сейчас буду все это убирать. И приступим с вами к готовке. Но, конечно же, я не могу вас оставить без промокода. На первый заказ приложений 20% по вот этому промокоду. Обязательно заказывайте, делайте покупки, выгодные покупки. Что всем хорошего настроения, приятных покупок. И погнали готовить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, наша запеканка готова. Я еще добавила сыр в конце. Собственно, все, можно кушать. Это, кстати, будет мой обед. На обед я в основном кушаю курицу, крупы. Но сегодня сделаю исключение. Потому что я приготовила запеканку. Так, девчонки, ну что, продолжаю влог. Сегодня такой, знаете, он домашний, спокойный. И, наверное, буду много болтать. Но давно я с вами не разговаривала. Читаю ваши комментарии. Вот одна девушка написала. 250... Я просто говорила в прошлом влоге про Турцию. То, что вот путевка, ну, очень дорогая, 250-300 тысяч. Ну, в общем, очень дорого выходит лететь в Турцию. И просила ваши советы. Вот одна девушка написала. 250-300 тысяч можно вложить в участок. Поставили хотя бы беседку. Были бы деньги. Прямо сейчас с удовольствием поехала и поставила дом. Но я тут искала, вообще смотрела, изучала цены. Ну, конечно же, я хочу каркасный дом. Хочу одноэтажный, небольшой. Потому что, ну, большие дома не очень дорого стоят. Я хотела такой, знаете, небольшой дом. Там кухню-гостиную, две спальни. Одноэтажный. Такой, знаете, типа, а-ля финский домик каркасный. Очень мне нравится. Ну, это, знаете, у меня в голове свое представление идеального дома. И цены, конечно, бешеные. Я смотрела, ну, жесть, конечно. И я, кстати, хочу поехать на выставку. У нас есть в Питере выставка, по-моему, там, где Мега находится. Вот, там есть выставка домов. Там разные строительные компании. И там можно походить, живу прям посмотреть дома. И зайти, поспрашивать вообще. И узнать вообще стоимость, сколько сейчас стоит построить каркасный дом. Конечно, это же не просто дом каркасный. Ты должна еще... Там еще коммуникации. Кстати, Свет я заплатила. Свет мне провели на участок. Это уже хорошо отдала денежку. И, конечно, хочется построить дом. Но, ну, это действительно даже самый небольшой дом. Он будет стоить, ну, я не знаю, сколько. Миллиона полтора-два. Это самый небольшой скромный домик. А поставить какой-то сарай там за полмиллиона, ну, я не вижу в этом никакого смысла, честно. То есть поставить такой, знаете, можно дачный домик для летнего проживания. С туалетом на улице. Можно, конечно, начать с этого. Но я не хочу. Если я хочу делать, то сразу, чтобы он был утепленный, чтобы можно было приезжать и осенью, и зимой, да, даже с друзьями, на шашлык. Вот поэтому сейчас у нас начинаются каникулы. И я хочу поехать туда и поснимать и для вас контент. Вообще, сколько стоят сейчас каркасные дома. Давайте залайкайте это видео. Вот, не знаю, давайте наберем хотя бы 3-4 тысячи лайков. Если я увижу, что вам эта тема интересна, то я обязательно поеду. Может быть, с девчонками, может быть, с мамой. Все толпой поедем и узнаем, сколько же стоят сейчас каркасные дома. Выглядит домик, ну, не могу сказать, что прям моей мечты, но такой бы я хотела. Недорогой, одноэтажный, с таким, знаете, с кухней-гостиной, много света, много окон. Конечно же, терраса с крышей. Вот такой домик я бы построила. Есть еще меньше домик. Он вообще, ну, маленький. Но я думаю, что для начала можно поставить и такой дом. А потом, когда я разбогатею, я могу построить большой дом. А это станет гостевым домом, да, для друзей, для гостей. Поставить что-то такое, да. То есть, это вообще кухня и одна спальня. Вообще, маленький домик. Ну, конечно, милый, прикольный. Можно переночевать спокойно, да, при том, что семья-то небольшая. Кухня и спальня. Все. Вот. Можно начать с такого домика. Вы понимаете, да, что это всего лишь цифры, это всего лишь картинки. Нужно ехать, узнавать, говорить, что я хочу. Они мне будут говорить, сколько это будет стоить. И тогда я уже буду понимать, на что я иду и как вообще мне это все организовать. Я бы, конечно, с удовольствием построила дом. Но это очень затратно, это очень дорого. И надо, конечно, подумать. Но, блин, земля прям моя, она там стоит. Я прям уже хочу, вот как снег полностью растает. Поехать, прям поехать и посмотреть на этот участок, на мой. Ну, потому что это кусочек твоей земли. Ты можешь все что угодно делать. Я даже маме говорила, мама, ну, в принципе, можно палатку купить. Не знаю, и уехать туда с палаткой. Мангал, шашлык, палатка, в туалет, не знаю, в кустики сбегаем в лес. Что греет душу, конечно, что у тебя уже есть участок, твой. Конечно, в ипотеке пока еще не до конца выплачено. Мои это им вообще интересует. Так, ну что, влетаем во влог. И я сегодня еще хочу вам рассказать про мои топовые, топовые покупки с Валберес. Вы знаете, что у меня есть такая офигенная, крутая рубрика. В общем, я заказала такое дешевое, но такое топовое с Валберес. Сейчас я вам все расскажу. Это рубрика бьюти. Погнали. Сказать, это вот такой вот консилер. На мне, кстати, сейчас абсолютно нет ничего. Консилер на Валбере заказали более 100 тысяч раз. 24 тысячи отзывов на самом сайте. Вот так вот выглядит консилер. Я им еще не пользовалась. Стоит девочке он, ну, через мой личный кабинет, сейчас 69 рублей. Вы представляете? 69 рублей консилер. Я не знаю, с чего это сделано. Я, конечно, с опаской отношусь к таким вещам дешевым, потому что все-таки наносишь на кожу. Но ради этой рубрики я готова пойти на все. Без макияжа. Сейчас я нанесу, вернусь к вам. Девчонки, я нанесла. Надеюсь, видна разница. Тут без консилера, а тут с консилером. Девчонки, на самом деле, я сейчас сижу с одним накрашенным глазом. Он офигенный. У него очень легкая такая, легкая душа. На второй глаз, слушайте, мне очень понравилась. Представляете, 69 рублей. Я не знаю, может быть, он потом скатается, еще что-то, да, время покажет. Но чисто первое нанесение, я прям в восторге. Глаза не щипят, ничего. Слушайте, супер, супер средство. 69 рублей. Следующая вещь очень интересная. И мне будет сейчас прям любопытно потестировать на себе. Это, девочки, вот такой вот маркер для веснушек. Да-да, чтобы делать веснушки. Я даже не знала, что... Ну, я слышала, что такое есть. Но как-то у меня не было в планах такое покупать. Потому что у меня, в принципе, веснушки от природы. Выходит летом. Ну, в общем, выходит тогда, когда солнца, грубо говоря. Солнца в Петере мало, поэтому практически круглый год я без веснушек. А когда уже наступает веснолет, я вот хожу несколько месяцев с веснушками. Особенно после моря. У меня прям сильно очень обсыпает. Прям вот это все я в веснушках. Но другие 9 месяцев, может быть и 10, я хожу без веснушек. Поэтому мы вооружаемся вот таким вот маркером. Сейчас, девчонки, я нанесу на лицо. Не знаю, надеюсь, это не будет выглядеть так, как будто кто-то на меня надерстал, блин. Как их наносить, блин? Как-то природа, она позаботилась о нас. И она все это делает как-то красиво. Я как будто реально кто-то на меня... Это... Того самого. Несла веснушки. Конечно, идея интересная, если, наверное, правильно их наносить. Вам, наверное, не видно особо? Идея, конечно, интересная. Для фотосессий, да? Для каких-то съемок. Ну, для жизни. Может быть, конечно, и можно нанести. Так, чисто для какого-то события. Но каждый день красить все веснушки. Мне кажется, это лишнее. Хотя, я не знаю. Кстати, более 27 тысяч отзывов на Валберес. О, 27 тысяч заказов на Валберес. Представляете? Ладно, девчонки. Я прихожу к последнему средству, которое я купила. И прямо-прямо, знаешь, не терпится уже начать его тестировать. Это вот такие вот 3D-полосочки. Которые, кстати, рекламировала сама Бордина. Если не ошибаюсь, по-моему, она рекламировала их полоски. Я сейчас скрою, одну вам покажу. Нанесу. Вот так вот. Все, вообще легко делается. Просто на зубы наносите и все. Я буду тестировать раз, да, целую неделю. И через неделю я по-моему вернусь. И расскажу вообще, стоит покупать или нет. Правда они отбеливают или нет. Говорят, даже после первого применения они уже отбеливают. Так что обязательно с отзывом я вернусь через недельку. Это будет честный отзыв. То есть, как оно есть. Хотя, я считаю, что стоит 350 рублей. Можно попробовать потестировать. Это не такие большие деньги. Вот единственное, что я переживаю за эмаль, чтобы все нормально было. Но, судя по отзывам, все прекрасно. Вот. Так что вот такие вот были средства. Как вот моя бьюти-рубрика. Что вам понравилось, что вас заинтересовало. Напишите в комментариях. Вот. И новые средства уже едут. Так что в следующем влоге будет еще тест классных средств. И либо не классных. Так что Марина выходит на охоту. Буду делать честный отзыв и разоблачать покупные вот эти комментарии. Покупные отзывы положительные. Вот. Так что ставим лайк, если нравится эта рубрика. Ну что, показываю мой ужин. Покупаю вот эти вот эти. Каши в пакетиках. Вот кашу. Наливаю молоко в микроволновку на 3 минуты. Добавляю половину банана. И это мой ужин. Это очень сытно, вкусно. И не очень тяжелая пища. Так что примерно так я ужинаю. Кстати, девчонки, досмотрела я фильм «Прежде чем я усну». Мне понравился. Больше гола Николь Кидман я не видела. Слава Богу. Ну что, я буду заканчивать влог. И хотела рассказать про последние новости. Как вы уже поняли по названию ролика. Да, я уезжаю. Точнее, улетаю на самолете к моему мужчине мечты. Конечно, очень интересный момент в моей жизни. И так получилось, да. Так сложились фазы. И слава Богу, что я лечу. Потому что у меня получается, у него получается. И мы очень соскучились по другу. И мы просто не можем. Просто уже дождаться нашей встречи. Купила билеты уже, наверное, как две недели назад. Я просто молчала и ничего не говорила. Но все-таки решила рассказать. Я сегодня сделала опрос в Инстаграм. Сделала опрос в Инстаграм. И спросила свою аудиторию, куда я лечу, угадайте. Там столько было стран разных. Наверное, первая страница три опроса никто не угадал. Потом я сказала, что вы знаете, а никто не угадал. И тогда мы все уже начали догадываться, что страна какая-то непростая. Начали писать вообще весь мир. В общем, мы написали, но девчонок пять попало в точку. Я не буду говорить, куда. Пусть это останется секретом до последнего. Но если у вас есть какие-то догадки, предположения, вы можете писать в комментариях. Как вы думаете, в какую страну я полечу? Это, конечно, интересный этап моей жизни. Я не думала, что такое будет, что я полечу к мужчине. Но жизнь вообще не бессказуемая штука. Я не знала, что будет три года назад, что будет два года назад. Знаю, что будет через год. Но вот пока вот как-то так. Лечу я на неделю. Да, на недельку. И, конечно же, меня подменяет моя мама. Спасибо огромное. Потому что без мамы, я не знаю, у меня не было вообще никакой бы личной жизни. В общем, без мамы я бы пропала. Так что маму тебе большой привет. Люблю целую. И спасибо, что ты у меня такая прекрасная. Спасибо всем большое за внимание. Пишем, комментируем, что вы думаете вообще по поводу всего этого. Вообще, конечно, я получаю удовольствие от своей жизни, от того, что происходит. Потому что это эмоции. Я поняла, что мне нужны эмоции. Я эмоции напитаюсь, живу. А я уже не хочу такой простой семейной скучной жизни. Мне это неинтересно. Мне нужны эмоции, драйв, жизнь, чтобы жизнь кетела. Вот это мне подходит. Вот прямо это, знаете, мое. Я предупреждаю. Всех вас ждет просто офигенный контент. Кто-то, кто посмотрел Сочи, помните этот сексуально-драйвовый контент? Флюиды прямо влетали вот так вот, понимаете, во влоге. Вы прямо чувствовали вот этот а-а-а, страсть. Рок-н-ролл. Так что я думаю, этот опыт будет не менее крутым. Мы зажжем, Серега. Так что ждите. Все, с другой ночи. Пока.